В Черкесске вручили удостоверение доверенному лицу Владимира Путина, кандидата в президенты России, участнику спецоперации, специальному координатору фонда поддержки участников СВО, защитники Отечества, Замиру Гусову. Ему передал удостоверение руководитель аппарата регионального избирательного штаба Мухтар Алиев. На доверенных лиц возложена важная миссия – ввести прямой диалог с гражданами нашей страны, и мы уверены, что за мир достойно представит Владимира Владимировича, отметил Мухтар Алиев. Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Мы являемся связующим звеном между своим народом, народом своей республики и действующим президентом Российской Федерации. И хотелось бы сказать спасибо всем, кто помогает. Внесены изменения в законодательство, регулирующие использование снегоходов и квадроциклов. Не так много времени осталось до начала капитального ремонта одного из наиболее известных. 25 декабря 2023 года вступил в силу федеральный закон номер 625 ФЗ. Им предусматривается возможность управления снегоходами и квадроциклами на основании водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами категории А, В, С, Д и подкатегории В1МС. До 25 декабря управлять снегоходами и квадроциклами можно было только на основании удостоверения тракториста-машиниста категории А1. Теперь управлять такими самоходными машинами можно также на основании водительских удостоверений, дающих право на управление мотоциклами, легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и квадроциклами с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. При этом водительские удостоверения категории А или подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа подтверждают право на управление внедорожными самоходными машинами категории А1 без ограничений. А водительские удостоверения категории Б, С и Д подтверждают такое право только при соблюдении ряда условий. Такими условиями являются наличие договора аренды, проката или иного возмездного договора, предусматривающих временную передачу гражданину самоходной машины в управление. Не так много времени осталось до начала капитального ремонта одного из наиболее известных зданий столицы Карачаева Черкесии. Построенный в 1961 году бывший дом пионеров, а затем дворец детского творчества имени Гагарина ожидает преображения в рамках нацпроекта «Культура». О ближайшем и будущем городского центра культурного развития в сюжете Артур Мхце. Естественная вентиляция здания с необычным дизайном коридоров и лестничных пролетов, на фоне которых даже древний макет самолета кажется более современным, издающий совсем не мелодичный скрип полы. Бывший дом пионеров Черкеска, получивший в названии имя первого космонавта Юрия Гагарина, нуждался в капитальном ремонте очень давно. Усилиями педагогов доп. образования здесь долгое время удавалось наводить марафет и создавать некоторый уют. Качественное утепление окон, застеленные своими силами полы в кабинетах – лишь часть проделанной работы. Но для соответствия современным требованиям этого мало. В конце прошлого года было достигнуто принципиальное решение о кардинальном преображении здания, где располагаются Центр культурного развития, спортивные и художественные школы, а также готовят мастеров на все руки. У нас хорошо с нашим образованием. Во Дворце детского творчества, нынешний Центр культурного развития, ремонт не делался с здания, как его только сдали в 61-м году. То есть своими силами каждый год учителя делали ремонт, где-то подкрашивали, где-то ремонтировали, но капитального ремонта никогда, скажем так, не было. И у нас радость, новость, у нас будет целый капитальный ремонт, у нас будет меняться все. Небольшая экскурсия по этажам здания отметает последние сомнения в необходимости скорейшего ремонта. Заниматься можно и в таких помещениях, если, разумеется, закрывать глаза на существующие требования к учреждениям, где обучают детей. Поэтому заезд сюда строителей остается делом времени. Причем капитальный ремонт затронет не только само здание, но и прилегающую территорию. Городские власти приняли во внимание пожелания и замечания коллектива, а дизайнеры подготовили проект, который на всех этапах проходит согласование. В рамках капитального ремонта планируется замена кровли на металлочерепицу, облицовка фасада декоративной штукатуркой, капитальный ремонт всех кабинетов, а также благоустройство прилегающей территории. Внутри будет полностью заменены все сети, это отопление, сети канализации, водоотведение, электрика, а также откапиталены все кабинеты, это штукатурка кабинетов, замена полов, потолков и освещение. Ремонтные работы планируют начать в апреле нынешнего года. Общая стоимость более 85 миллионов рублей. Впрочем, уже есть те, кому предстоящий процесс преображения не в радость. Это родители воспитанников учреждений доп. образования, которые боятся, что их любознательные дети могут на время остаться без занятий. А ведь здесь бесплатно получают качественные навыки более 1 тысячи юных горожан. Куда придется водить своих деток теперь, пока вопрос, ответ на который наверняка будет найден совместными усилиями людей, которым не безразлично воспитание и обучение подрастающего поколения. Тем более в год семьи в России, а также молодежи в нашей республике. Артур Махцем, Мухаммед Ашебоков, Михаак Аракелян, Вести, Карачаев, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачно, ночью преимущественно без осадков. Днем местами осадки, дождь и мокрый снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. А в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью минус 3-8, в горах до 13 градусов мороза, а днем до плюс 5, местами до минус 5 градусов. На дорогах гололедица. В Черкесии облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки, дождь и мокрый снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 6-8, а днем 1-3 выше нуля. Федеральной службе и государственной регистрации кадастра и картографии исполнилось 15 лет. Прошедший год для Росреестра по Карачаево-Черкесии был юбилейным. Его итоги подвела вместе с журналистами республики в информационной обстановке руководитель управления Аминат Батчаева. Подробности у Фатимы Дауровой. В ходе пресс-завтрака руководитель регионального управления Аминат Батчаева рассказала журналистам о законодательных инициативах госоргана и их реализации на территории республики. О том, как изменилась система регистрации недвижимости и Росреестра в целом за 15 лет. Одно из главных достижений, по мнению руководителя, увеличение скорости обработки запросов и оформления документов. Управление Росреестра по Карачаево-Черкесской республике, подводя итоги за год, могу сказать, что мы на высоком уровне, это категория 3А, достигли определенных результатов. Можно сказать, у нас хорошие результаты по электронной регистрации недвижимости, можно сказать, по регистрации ипотек мы успеваем регистрировать в течение 8 часов. Важнейшим изменением стало также повышение доступности услуг Росреестра. Если в 2000-е годы личное обращение в органы регистрации и прав было единственным способом подачи документов на регистрацию, то в настоящее время документы могут быть представлены как в электронной форме, так и через офисы МФЦ. Упрощение процесса бумажной бюрократии стало залогом эффективности работы управления. Любое физическое лицо, обратившись в многофункциональный центр или ППК Роскадастро, либо сидя дома, может обратиться с заявлением и на кадастровый учет, и на государственную регистрацию прав. И все это делается уже в нашем органе. Также особое внимание уделяется борьбе с мошенничеством. Если раньше физические лица могли запрашивать любую информацию по объектам недвижимости, и там выходили персональные данные правообладателя, на сегодняшний день без разрешения самого правообладателя такая информация уже не выходит. На сегодняшний день Росреестром задействованы дистанционные методы в осуществлении государственного земельного надзора. Материалы аэрофотосъемки, выполненные с помощью коптеров-беспилотников, помогают выявить нарушителей требований земельного законодательства, а также получить данные о рельефе и особенностях местности для единой электронной картографической основы. Большие изменения у нас, если говорить по земельному надзору, у нас теперь два беспилотных летательных аппарата. То есть теперь можно их направлять по небу, и мы гектарами измеряем. В ходе встречи Аминат Бачаева выразила благодарность и признательность представителям региональных СМИ за объективное освещение деятельности управления и многолетнее информационное сотрудничество. В новогодние праздники на 12% выросло число гостей в Архызе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Канатными дорогами на курорте воспользовались более 74 тысяч человек. Благодаря микроклимату в Архызе много солнечных дней, а живописные долины знамениты первозданной красотой. На склонах гор разместили современные отели и апартаменты, а горнолыжные трассы манят различные категории сложностей. Из солнечного Архыза репортаж Мурата Джанкёзова. Просто супер! Зимняя сказка в Архызе не может оставить гостей равнодушной. Здесь можно отдохнуть от городской суеты всей семьей. В 10 километрах от поселка Архыз находятся две туристические деревни – Романтик и Луная Поляна, на которых работают четыре канатные дороги. Мной целью было действительно впервые вывезти детей в горы. Это их первая поездка на серьёзный горнолыжный курорт. Место очень понравилось. Оно достаточно тихое, спокойное. Мы живём в селе Архыз. Опять же, для детей это, видимо, оптимально, чтобы была такая спокойная обстановка. И трассы, погода. Нам очень повезло с погодой. Одинаково весело как взрослым, так и детям. В Архызе можно отдыхать не только горнолыжникам, но и тем, кто хочет провести время с пользой как для здоровья, так и просто насладиться роскошными зимними пейзажами. Хоть курорт и молодой, но список развлечений растёт с каждым днём. Туристы из Москвы, выбирая его, внимательно оценили качество трассы канатных дорог. Отдыхается отлично. Долго планировали. Причём мы выбирали именно курорт, который подошёл бы для отдыха с детьми. Поскольку они у нас только начали кататься на сноубордах, важно было, чтобы им было в первую очередь комфортно. Всё нравится, всё здорово, трассы отличные. Во второй половине дня, конечно, уже их достаточно сильно раскатывают, но в целом это не мешает получать массу удовольствия. К вам кататься? Не страшно было на сноуборде? Ну, сначала было немного страшно, потом, когда начали осваиваться, уже не так. Ну, да, сначала было привкушение, что там, тут прям горы, а тут нормальные трассы. Горнолыжный курорт Архыз компактный, динамично развивается и совершенствуется. Отдохнув в этом месте хоть раз, туристы приезжают вновь. Ой, отлично отдыхаются, погода великолепная. Ну, вообще, на мой изгул один раз, второй раз приехали, из-за того, что есть очень красивая природа, очень хорошие погодные условия, мягкие гримы. Ну, и потом трассы понравились. Ну, я здесь уже второй, третий раз, ну, мне очень нравится. В плане того, что я раньше приходил просто тут, как бы гулял, а сейчас я стал на сноуборд, как бы научился кататься. Уже намного больше, как бы, желания сюда приехать и покататься. Мне хорошо нравится, очень горный воздух. Есть и те, которые впервые приехали в Архыз и не пожалели о выбранном месте отдыха. Первый раз в Архызе. Больше всего понравилась поездка на фуникулёрчиках, там тоже катался первый раз, и на сноуборде. Тут очень добрые люди. Могут помочь, где-то уступить деньгами. Вот. Но в основном инструкторы очень недоходчиво объясняют и очень помогают. Пребывание в горах запомнится надолго Алине не только активным отдыхом, но и романтикой пейзажа. Поэтому она и уверена в том, что вновь насладится зимней сказкой в Архызе. Альбина Ламкова, Ольга Савенко, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. В России, согласно федеральному закону от 14 марта 1995 года об особо охраняемых природных территориях, есть участки земли, водной поверхности, воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны, и они относятся к объектам общенационального достояния. Более чем одной трети Карачаева-Черкесии является особо охраняемой территорией. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Скихвасовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!